Доброе утро! Боже, милостью, будь кому грешен, Господи, Мои святые, Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Христос воскрес из мертвых смертью и смерть поправ, Христос воскрес из мертвых смертью и смерть поправ, Слава Отцу Иисунию и Святому Духу, Мину Тебе! Святый Боже, Святый, крепкий, Святый, бессмертный, помилуй нас. Святой Боже, Святый, крепкий, Святый, бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу Иисину и святому Духу, и ныне и всегда, и вовите и веку, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый посетитель немощи нашей имени Твоего, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда и вови Те веков, аминь. Отче наш, сущный небесар, да светится имя Твое, да проникится Царство Твое, да будет воле Твое на земле, как на небе, хлеб наш, на сущный пограждан на каждый день, и прости нам долги наши, для того прощаемого святого нашего имени, и вови на Свои искушения, но избавь нас отлуповая, ибо Твое Царство, ибо Твое Царство, и силы славы в веки, и вови, аминь. В воскресенье день, просветимся, люди, Пасха, Господня, Пасха, «Ибо о смерти к жизни и от земли на небо Христос Господь привел нас, поющих победную песню, Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим в водоробах жизнь здрава, очистки мечту свою, линию Христа, сияющего неприступным света воскресения. И радуйтесь, ясно ужив от Него, воспевая победную песню, Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим в водоробах жизнь здрава, небеса достойно довеселятся, земля дорадуется, да празднует весь мир, видимо и невидимо, ибо восстал Христос веселье вечное. «Придите, станем пить новое питье, не из камня бесплодного, чудесно изводимого, но из источника нетрения, гроба Христова, о котором утверждаемся, Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим в водоробах жизнь здрава». «Теперь все наполнилось светом, небо, земля и места происходят, и допразднуется вся восстание Христа, на котором утверждается Христос воскрес и мертвых, смертную смерть поправ, и сущим в водоробе, что он здрава. «Вчера я погребался с Тобою, Христе, сегодня восстаю с Тобою, воскрешен, вчера я распинался с Тобою, сам прославь меня с Тобою, спаситель, царствие Твое». «Возвещавший ободья в Вакуум, достанет с нами на Божественной страже, как святоносный ангел, ясно воскресающий. Сегодня спасение миру, потому что воскрес Христос, как всесилен, Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах, и сущим во гробах, жизнь здрава. Наша Пасха Христос явился мужеским полом, как сын, разверший девственную утробу, назван агенсом, как предлагаемый в пищу, непорочным, как непричастный сквером, а истинный Бог, наречен совершенным. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах, жизнь здрава. Благословляемый нами венец Христос, как однолетний агнец, добровольно подплался со всех в очистительную пасху, и опять из гроба нам властья, он прекрасное солнце крабли. Бога Отец Давид в восторге скакал перед прообразовательным ковчегом. Мы же, святой народ Божий, видя исполнение пророгов, да возвеселимся священно, ибо воскрес Христос, как сущим, восстанем глубоким утром, и вместо мира принесем песни в ладике, и узвем Христа, солнце, правду, всем жизнь дарующего. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах, жизнь в гробах. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах жизнь даровал. Со святильниками в руках пойдем навстречу Христу, стоящим из гроба, как жениху, и с радостью празднующими чинами ангелов будем праздновать спасительную Божию Пасху. Сошел к Христе в преисподние места земли, сокрушил вечные запоры, содержащие узников, и в третий день, как и он из кита вышел из гроба, Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах жизнь даровал. Не победи в заключенную трубы Девы в рождении твоем Христе, ты восстал из гроба, сохранив в целом и печати, где в верстном двери рая. Христос воскрес из гордых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах жизнь даровал. Спаситель мой, живая и как Бог, незаколаемая жертва, добровольно приведя себя к Отцу и восстал из гроба, воскресил вместе и родоначальника Адама. Это ты, бессмертный, сошел во гроб, но уничтожил силу Адама. И воскрес победителем в Христе Божии, воскресив женам мироносицам, радуйтесь и твоим апостолам даровать мир, а всем упадшим подаешь воскресенье. Некогда Девы мироносицей еще до наступления утра, искали, как дневного света Солнца, существовавшие прежде Солнца и зашедшие в могилу. Они говорили одна другой, подруги, пойдемте помажем благовониями тела, источающие жизнь погребенную, лежащую во гробе плод того, кто поднимает падшего Адама. Идем, поспешим, как вахвы, поклонимся, и кричем в дар мира, обитом не перед нами, а погребаем по окну. И плача воскрикнем, о, владыка, подающий воскресенье падшим, восстань. Воскресенье Христово, видя, поклонимся святому Господу Иисусу, однолюбив грешному, поклоняемся кресту Твоему Христе, воспеваем и прославляем Твое святое воскресенье, ибо Ты – Бог наш. Кроме Тебя иного не знаем, имя Твое призываем. «Придите, все верные, поклонимся святому Христу в воскресенье, ибо через крест пришла радость всему миру, всегда восхваляя Господа, будем воспевать воскресенье Его, ибо Он, претерпев распятие Смерть, и победил Смерть. Иисус, воскреснув из гроба, так и предсказал, дал нам жизнь вечную и великую милость. Спавший отроков из печи, сделавшись человеком, страдает, как смертный, и своим страданием обрекает смертное в красоту бессмертие, и единый Бог Отцов, богословенный и претрославленный. Христос воскрес из мертвых, Смертью смерть по крану, Исущим во гробах жизнь дарова. Богомудрые жены, вслед за тобою спешили с благовольными мастями, но кого они, как мертвые, искали со слезами, Тому поклонились с радостью, как живому Богу, и Твоим ученикам Христе возвестили таинственную Пасху. Христос воскрес из мертвых, Смертью смерть по крану, Исущим во гробах жизнь дарова. Мы празднуем умерщвление смерти, разрушение ада, Начало другой, вечной жизни, и в восторге воспеваем Виновника сего, единого Бога Отцов, благословенного и претрославленного. Христос воскрес из мертвых, Смертью смерть по крану, Исущим во гробах жизнь дарова, поистине священна и И достойна всякого торжества сия спасительная и святозарная ночь, предвозвестница светоносного дня воскресления, Которую вечный свет воплотит для всех воссиял из гроба. Сей именитый и священный день, единственный, Царь и Господь среди суббот, Праздник из праздника, Старь и Старь и Старь и Старь, в этот день благословим Христа во веки. Христос воскрес из мертвых, Смертью смерть по крану, Исущего гроба жизнь дарова. Придите в славный день воскресения, приобщимся Нового виноградного плода, Божественного веселья, Царство Христово, воспевай Его как Бога во веки. Христос воскрес из мертвых, Смертью смерть по крану, Исущим во гробах жизнь дарова. Возведи взоры Твоей силы и посмотри вокруг Себя. Вот стеклись к Тебе, как Богосвета и Светила От дам до севера моря и востока, Дети Твои, Благословляющие в Тебе Христа во веки. Христос воскрес из мертвых, Смертью смерть по крану, Исущего гроба жизнь дарова. Отец, Вседержитель и Слово, и Дух, Существо единое в трех лицах, Всевышнее и Божественное, В Тебя мы крестились, И Тебя будет благословлять во веки. Прославляй душа моя воскресшего, В те деньги гроба Христа, Богатого жизни. Светись, светись, Новый Иерусалим, Ибо Слава Господня воссияла над Тобоем. Подшествуй теперь, и веселись сиом, Ты же чистая Богородица, Радуйся о восстании рожденного конвоя. Христос, Новая Пасха оживает, Иисус Божий, принявший грехи мира, О, как божественно, любезно и прославлено Твое Слово, Христе! Ты не ложно обещал с нами быть Для кончины века. Имея это обещание, Как опору надежды мы верными радуемся. Ангел возгласил благодатное, Чистое Дево радуйся, И я повторяю, Радуйся, твой Сын воскрес, В третий день из гроба, Воскреси всех умерших. Люди, веселитесь! Мария Магдалина прибежала к гробу, И увидев Христа, Стала расспрашивать Его, Приняв Его засановлено, О, Пасха Великая и Славнейшая Христос! О, премудрость! Слово Божие и сила! Удостой нас совершеннейшего единения с Тобою! Вечно светлый день Твоего Отцарства! Ангел возгласил благодатное, Чистое Дево радуйся, И я повторяю, Радуйся! Твой Сын воскрес, В третий день из гроба, Воскресив всех умерших! Люди, веселитесь! Светись! Светись! Новый Иерусалим! Ибо Слава Господня Воссияла над Тобою! Божествуй теперь, Веселись Сион! Ты же чистая Богородица! Радуйся! О восстании рожденного Тобой! Плоти не уснув, как смертный, Ты, Царь Господь, Воскрес в третий день! Этим выведя из состояния тления Адама, И упразднив смерть! Поэтому Ты, Пасх, Понятление бессмертия и спасения мира! О, Пасха Великая и Священная Христе! О, Премудрость! Слово Божие и Сила! Удостойно совершеннее приобщаться к Тебе В нескончаемый день Твоего Царства! Слава, Отцы и Сыне, Святому Духу! И ныне и присно, и во веки веков они! Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боге! Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боге! Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боге! Иной Пихонич, наставление, а потом поклоны. Будь Тебе беден. Все сначала. Наставление. Мы вставляем материал о русском языке из книги «К истинному православию», о том, чтобы люди понимали, что говорят, что слышат. Отделитесь и не прикасайтесь к нечистому. А здесь сегодня крестят и табакуров, матерщинников, прокляты злословящие отца и мать, матерщинник, все прокляты, уголовников, тех, кто и не подумал отстать от демонов, от заразы греховной. «Идите, идите, выходите оттуда, не касайтесь нечистого, выходите из среды его, очистите себя, носящие сосуды Господни». Исайя 52, 11, Откровение 18, 4. «Если кто в стадии оглашенного согрешит, а оглашение от трех до пяти лет, отлучается от крещения еще на три года, в кавычки, оглашенный, входящий в церковь и стоящий в чине оглашенных, обличен быв во грехе, если сопречислен был преклоняющим колено, да не изведется в разряд слушающих писания, пресса под греха, если же и пребывая между слушающими согрешит, да изгонится из церкви». Неокисарийский собор, 5 правило. «Относительно оглашенных и отпадших угодно святому великому собору, чтобы они три года только были между слушающими писания, а потом молились соглашенными». 1 Вселенский собор, 14 правило. «Крещаемым должно изучать веру и в пятый день седмицы давать ответ епископу или присвятерам». Владикийский собор, 46 правило. «Если же некие, будучи оглашенными, подвергнутые отлучению в наказание за грехопадение, потом приближаются к смерти, то докрещаются, и да не отходят от жизни сей без причастия благодати, то есть без приобщения святых тайн, ибо кажется и сие согласно с уставами церкви». Правило Кирилла 5. «И сыны царствия извержены будут во тьму внешнюю, там будет плащ и скрижет зубов». Матфея 8, 12. «Нигде сегодня не соблюдается». Чтобы оглашенные, вот приходят люди креститься в церковь, их записали, Евангелие начинают изучать. Три года, да три минуты там и то и нету. Лишь бы деньги заплатили квиток и все. То есть безобразие даже назвать, преступление, а иначе сказать проклятие. И души не рождаются, удушаются тут у купели. Ни погружения, ни наставления, ни уверования, ничего нету. Это абсолютное большинство, притом абсолютное, кто не прибудет во мне и извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они изгорают. У нас был один такой человек, хорошо трудился, начал строиться по Теряевке, в оглашенных был, впал в грех. У него три года не кончилось, он оглашенным был два года, его еще на три года, пять лет. Проходит года два-три, он снова впал в грех. Он исторгнут был навсегда. Он ушел, и ему это не надо. Проходит время, за этот грех его судили, судили, срок получил. Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. 1 Коринфян 5.13. А сегодня экономия. Да ну, да как, да Бог любит, да люди столько и страдали, бабушки, я так люблю. Их колобродит, поп стоит и хохочет, подхохатывает совсем. Веры-то никакой нету. Если бы вера была, разве бы он стал так делать? Ну и так люди согрешают. Вот на дорогах, чем больше нарушений, тем строже правила вводятся. Это естественно так. Раз нарушает их, надо прекратить. А не так, что раз нарушений много, поэтому нарушения будем считать не нарушением. Если же не послушает их, скажи церкви. А если церкви не послушает, да будет он тебе как язычник и мытарь. Или мытарь. Матфея 18.17. Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазна, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Уклоняйтесь от них, которые вопреки учению Господне учат. Римлянам 16.17. Если же кто не послушает слово нашего в этом послании, того имейте на замечание и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его, а кого? Который работать не хочет. У нас также была одна женщина, у нее ребенок, ну уже большой, ну большой три года, четвертый год, она все ее в груди корбит. На работу, чтобы не идти. Муж бросил, уехал, одна живет, стоит около церкви, побирается. У нас это нельзя делать. Решение выносит епископ, разрешается или нет просить у церкви. Даже здесь ни в одной церкви не могут делать, чтобы нищеты не было перед этим, перед воротами церковными. Никто не имеет права попрошайничать, если не получит мирную грамоту. Так она называется по церковному. Ее исследуют. Раньше-то не было социальной помощи, пенсии не было. И разбирали, какие у него доходы, кто родственники. Если никого нету, тогда выдавалась грамота. И он показывал, я имею право просить около церкви. Тогда то как подаст. Сегодня и этого нету нигде. Вот у нас никто не просит нигде. А как мы узнаем, видим, что человек потерял работу там, или больной, или пенсии нету, он голодный не будет. Но ни одного правила не хотят сегодня в церкви исполнять. Почему? Лживые делатели. И что бы ни сказал, они все оправдывают. Они кучей собираются, и тогда они нападают на тебя. А когда отдельно с ним где-то встретишься, с епископом или с пещенником, он рта раскрыть не может. Вот приезжают в другой раз, где-то там, даже здесь и за границей я был. Я говорю, а почему у вас семинаристы города бреют? Ну так они семинаристы. Да как, они в это время евнухи стали, или как? Ну, спрашиваю семинаристов, но они нас не разрешают. Только последний год в семинарии разрешается перед тем, как быть священником. Вот интересно, вот точно так делается в лагере. Бороду, волосы на голове не разрешается, бороду вообще не разрешается, волосы. Но если остается не за долгода освобождения, ему разрешается, чтобы маленько скрыть, чтобы не видно было, что он зэк. Вот. Откуда все берут-то? Это норма для заключенных зэков. Вот. Возвращаются из паломнической группы. Я говорю, ну и как дорогой были? Спросил, даже не думал. Я говорю, как? Дорогой-то были, вы в пост ездили? Ну да, пост-то соблюдали. Пост нет. Вот. А почему? Так а с нами батюшка был. Ну и что? Ну, он сказал, не надо. Если путешествующий, то не надо. И кто воюет, ему не надо во время войны. Бо! Так это же из Корана. Из мусульманского Корана. Это у них сура и аят называют. Вы взбесились окончательно. Где только от послабления плоти берется, они все берут из коммунистического устава, из гитлеровского. От кого угодно. Кресты-то все гитлеровские. Вот эти широко, где сходятся узкие-то. Это масонские кресты. Это не христианские. Такими крестами Гитлер награждал тех, кто убивал людей. Хорошо. Ничего не знают. Ну и как это назвать? Кавычки открыты. Есть вещи крайне нужные, говорит святитель Феофан Затворник о переводе службы на русский язык. Есть вещи крайне нужные, разумея новый, упрощенный и уясненный перевод церковных богослужебных книг. Наши церковные песнопения все назидательны, глубокомысленны и возвышенны. В них вся наука богословская и все нравоучение христианское и все утешение, и все устрашение. Внимающий им может обойтись без всяких других учительных христианских книг. А между тем, большая часть из этих песнопений совсем непонятна. А это лишает церковные книги плода, которые они могли бы производить и не дает им послужить тем целям, для которых они назначены и имеются. Ныне, завтра. Ну, надо даже к этому приступить, если не хотим нести укора за эту неисправность и быть причиной вреда, который от этого происходит. Журнал «Душеполезное чтение», 1896 год, номер 10, страница 462. Видно, что журнал-то не маленький, если только вот это на 462 странице. «Быть причиной вреда, который от того происходит» не перевели. По сегодняшний день только у Георгия Кощеткова по-русски считаются. «А вы как?» «Ну, как понятно?» «Как я?» «Как можно?» «Непонятно». «Но у вас как?» «Ну, у нас на церковнославянском». «У нас только библейское». «Прямо из Библии взято Евангелие, апостолы считают, когда по Римии это хозаветное чтение, псалтырное чтение, это считается по-русски». «Но если это поется, какой-то псалом поется, ну, 102-й псалом поют, то тогда по стерковнославянски. Мы ничего не меняем». «И вся служба уже переведена на великорусский язык, и служили по тем книгам, да снова под спут, под покрывало уложили, как в Израиле, на дне денежного ящика и завалили мамоной». «Горе вам, что затворяете Царство Небесное человеком!» Матфея 23, 13. «Это сказано архиереям, которые сами не учат народ спасительному пути, и священников не заставляют это делать. Сказано священникам, которые оставляют народ в небрежении, не заботясь, объясните им, что нужно для спасения души». От этого народ пребывает в слепоте, а одна часть остается в уверенности, что идет правильно, а другая, хотя и замещает, что у нее не так дело-то идет, но не идет куда следует, потому что не знает, как и куда идти. От этого разное нелепое понятие в народе, от этого легко находят доступ к нему и всякое злое учение. Священник обычно думает, что у него в приходе все исправно, и хватается за дело только тогда, когда это зло разрастается и выходит наружу. Но тогда уж ничего не поделаешь. Священник первым делом своей совести должен считать совершенствовать взрослых в познании христианской веры, а юное поколение готовит с первых сознательных лет, объясняя им то, что им нужно и можно знать, когда и как будет удобней. Кавычки закрыты. Феофан Затворник. Теперь он и канонизирует. Будут, нет, не будут. Это очень выгодно, когда люди не понимают. Тогда он на шаг не может никуда отойти. Батюшка благословил, батюшка сказал, а что он сказал, что благословил, когда с ним беседуешь со священником. Я не раз беседовал. И удивляешься великому невежеству, с семинариями они. Вот это же состояние было при Дмитрии Ростовском. Что некоторые, говорят, считать не умеют. Это все написано, жития его написано. И, заметив, в прихожанах самое малое движение вперед, пробуждение, стараются заглушить это. Главная задача, чтобы кто худо не сказал о них, а священников-то, ревниво соблюдает кастовую чистоту, ложью, пугая словом, не осуждайте. Осуждать — это выносить окончательный приговор, судейский. И по смерти нельзя, а не то, что нельзя рассуждать и называть вещи своими именами. Кавычки открыты. Но сыновья его не ходили путями его, это кто, митрополиты, а уклонялись в корысть и брали подарки и судили превратно. Первое царство 8.3. «Подлинно ли правду говорите, вы, судьи земли, исправедливо судите, сыны человеческие?» Салом 57.2. «Страхом Господнем исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих, решать дела». Салом 57.2. «Зачем же вы по самим себе не судите, чему быть должно?» Лука 12.57. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он посчитает это безумием, и не может разуметь, потому что всем надобно судить духовно. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. 1 Коринфянам 2.15.14.3. «Суди о ближнем по себе, и о всяком действии рассуждай!» Серахов 31.17. «Суждение неправое запрещено, кавычки открыты, благоразумный служитель не будет не родив к своему делу, и боящийся Господа не соблазнит братьев своих». Ефрем Серин. Если случись такое, зашел бы апостол Павел в православный или старообрядческий храм, то, осмотрев и выслушав все, не сказал ли бы он так, а какой веры это люди? Настолько абсолютно все ныне не похожее на первоапостольское служение. В седьмой вечерней молитве Иоанна Златоуста на четвертый час молимся. «Господи, избавь меня от всякого неведения и забвения, малодушия и окамененного нечувствия». У нас у русских эта молитва наиболее указывает на то, что мы имеем от непонятного, мертвого церковно-славянского языка полное неведение содержания церковных песнопений, псалтырного и апостольского чтения по Риме. И поэтому необходимо простым дать смышленность юноше знания и рассудительность. Притча 1.4. И понятое, часто превратно из-за схожести звучания слов, но несущих иную смысловую нагрузку, а потому и мгновенное забвение слышанного. Малодушия боимся просчитать все указанное на родном языке. Живая вода не растворена пониманием и верою, не может смягчить окамененного в грехах сердца. Смысл этой молитвы можно понять так. Господи, избавь меня от непонятных слов в храме, от чего происходит неведение. Ну и далее по тексту молитвы. Что мешает церкви быть понятному языку? Оставим до следующего раза. Если Господь еще позволит здесь быть, мы тогда коснемся до конца эту большую тему, почему мы должны именно на родном языке все. Я не знаю, Сергей-то здесь или нет, но мы поклоним, помолимся сейчас о своих и родных в Полестовке. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатия, Ефита, Надежды, ибо мы усердно к вам прибегаем к скорым помощникам, молитвникам о душах наших. Богородица Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с тобою. Благословен ты в женах, и благословен плод чрева твоего, Яко родилась и Христа, Спаса Избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила щаснага, Житворящего Креста Господний, не оставя нас грешных, уповающих на тебя. Спаси, Господи, люди твои, и благослови достояния твое, Победа на сопротивные дары, и ты сохраняй крестом твоим жительством. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, родителей и сродника, благодетеля митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, Священная Рея и Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия и Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Абросия, Вадима Засимова, Алипия, Андрея, Максима, Владимира, Дьяконов, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Иоанна Франциска, Корнилия, Александра, Деодора, и священнические и иноческие чины, и высшие истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам, и буддистам, и дай нам еще священника, если угодно тебе, смири власть и воинств твоих, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей, Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Иоанна. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, научи насценить это мирное время. Ты приготовь землю себе к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную. Слава тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить, умножить наши таланты, дарованное тобою. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И сей день да будет весь посвящен прославление имени Твоего и дел Твоих, чудный наш Спаситель. Аллилуйя! И сохрани нас здесь и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы, и живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Игоря, Сиракима, Алексея и Иосифа, Романов, Владимира. Пошли добрых жителей здесь, сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Виктора, Сергея, Себастьяна, Людмилу, Нину, Расширь пределы общины и новые души. Спаси и помилуй Дмитрия, Марину, Вчадаев, Валентина, Алексея, Валентина, Надежда, Михаила, Нина, Анну, Юрий, Георгий, с кем познакомились, Кому возвестили слово истины? Возри на врагов, разруши их, Замыслы злые против истины. Примири их с нами. И в судный день не помяни их безумные, И все лживые слова их сотри. Аллилуйя! Благослови благодетели наших, Елену, Евгению, Евгению, Наталью, Владимиру, Максиму. Посети болящих, дай силам все перенести. Сергея, Алексея, Александра, Александра, Татьяну, Игоря, Калерия, Акелина, Валентина, Мария. Всех, ты не знаешь, Облегших страдания Никиту, Благослови и помилуй. Аллилуйя! Прешествующих Раису, Оступников Николая, Михаила, найди их всех, От пьянства избавив Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. И все наше Рассо найди, Идокея, Валентина, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Аллилуйя! Упокою Господи в обителях небесных, Усопших отец и братьев наших, И же с верой и надеждой на воскресенье Жизнь вечная, отошедшая от жизни с ней. Ибо нет человека, который, живя на земле, Не согрешил бы. И прости им всякое согрешение, Вольное и невольное, и душам нашим Полезное.